Почему я его ждал? Потому что у меня к нему очень много разных аксессуаров пришло. И вместе с ним, смотрите, пришел Нилкин. Стекло, насколько помню. Вот так. Ну, смотрите, Нилкин, как всегда, запакует, что распаковывается, замучаешься. Так, ну, судя по всему, здесь находится... Давайте почитаем. Открывать я уж не буду. А влажная тряпочка одна. Голубой электростатик даст филм. Это голубая антистатичная пылевая пленка какая-то. Reddusting cleaning film. Replacement. Pulling так. И персоналский вайп. В общем, тут какой-то полный набор. Все до безобразия. Страшно и интересно. Ну, да не суть. Значит, что мы видим внутри. Внутри мы видим стекло. Вот все-таки я немножко этого не понимаю, да? По какой-то причине считается абсолютной нормой закрывать камеру, стекло. Тут все-таки не пойму я этого. Я считаю, что так быть не должно. И смотрите, что приятно. Точно так же вместе с ним идет пленка на заднюю крышку. То есть, это уже не стекло. Это защитная пленка. Ну, почему нет? Очень приятно. Значит, еще раз. Стекло Нилкин на лицевую поверхность. Защитная пленка на тыльную поверхность. Все это дело с каким-то запаянным комплектом для монтажа в симпатичной, хорошей коробке. Да, ее, если быть точнее, правильно назвать не коробка, а розничная упаковка. Но так как Нилкин это марка, достаточно серьезная марка, то без розничной упаковки она быть не может. На кой ляд я ее упаковываю? Я абсолютно не понимаю, на кой ляд мне вдруг приспичило ее вот прям вот именно упаковать вместо того, чтобы отложить. Не знаю. Давайте посмотрим, что у нас значит. Обозначено интересно. Ну, здесь нарисовано, как протирать, как наклеивать. Есть голограммка под голограммкой. То есть, если мы сотрем вот эту вот часть, там будет какой-то код, вы сможете его проверить, судя по всему, на сайте Нилкин, используя вот этот QR-код, является ли это оригинальной продукцией, либо это подделка. Он выглядит очень симпатично, очень хорошо, но и стоит, к сожалению, соответственно.